Правительство Республики совместно с Петрозаводским университетом подготовит прогноз, который поможет в поиске кадров для северных районов Карелии. Плохие дороги, низкая эффективность ЖКХ, отсутствие серьезных бизнес-проектов и, как следствие, отток населения с севера. Об этих проблемах арктической зоны уже не раз говорил Артур Парфенчиков. И на встрече в IT-парке ПетрГУ вместе с министром экономики, руководством корпорации развития и Петрозаводского университета глава Карелии обсудил планы развития арктических районов. Первоочередной задачей определили исследование потребностей в специалистах. Этим займется Центр бюджетного мониторинга ПетрГУ. Подобные исследования уже проводились для 35 регионов. На 10 лет никто сейчас не скажет, что будет через 10 лет, и не нужно этого делать. Но модель, она позволяет как раз формировать правильный вектор развития, и она позволяет образовательным учреждениям работать, точно понимать, какие специалисты нужны будут уже с точки зрения той информации, которая сегодня есть. Еще одно из направлений развития Арктики предложил региональный представитель фонда содействия инновациям Алексей Штыков. Суть предложения – привлечь студентов на предприятие арктической зоны с помощью тематического конкурса «Умник» от холдинга «Сигежа Групп». Участники смогут предложить свои идеи в сфере цифровых и интеллектуальных производственных технологий, а также в медицине. Студенты с самыми востребованными и актуальными идеями смогут продолжить работать на предприятии в Сигеже. Логика такая, что фон Бортника дает по 500 тысяч грант непосредственно под тематикой интересующей Сигежу Групп в Сигеже, а Сигеже предоставляет рабочее место и непосредственно местное предприятие, где можно выполнять проект. Проанализировать потребность в кадрах для северных районов планировалось в 2020 году, но тогда планы сорвала пандемия. Теперь для этого предстоит заложить средства в бюджете региона. Продолжение следует...